Всем привет! Очередная краткая порция слухов о завершающем дополнении сезонного пропуска 2 в фазе 8 игры SnowRunner. Вначале то, что подтверждено разработчиками на официальном форуме разработчиков и издателей. Как и ожидалось со слов разработчиков, после выхода седьмого сезонного дополнения, посвященному, простите за это слово, гонкам, они неусыпно трудились над последним дополнением в сезонном пропуске 2. И результатом этого плодотворного труда стали 4 новых карты размером 2 на 2 километра. Скриншоты, которые скорее всего слили в сеть сами разработчики для поддержания интереса к проекту, вы видите на своих экранах. Что очевидно, что последнее дополнение будет проходить в рамках летних карт, то есть снегом дело не кончится. А это скорее всего значит, что непролазных грязей будет несравненно больше, чем на снежных картах. Также разработчики опубликовали скриншот колеса трактора и полностью подтвердили, что в игре появится один или несколько тракторов. И дополнение будет носить сельскохозяйственный уклон. Если вы не смотрели предыдущий ролик, то напомню, что будут и новые грузы в виде удобрения и рассады, и новые прицепы в виде сельскохозяйственных приспособлений для обработки почвы. Не знаю, как это все будет играться, но четыре карты размером 2х2 километра радуют меня больше, чем одна в предыдущем дополнении. Я надеюсь, что пройти это дополнение меньше, чем за сутки мне не удастся. Теперь непосредственно к новым слухам. По неподтвержденным ничем слухам, вместе с фазой 8 игра SnowRunner пополнится новым отдельным платным дополнением. Посвящено оно будет выходу нового грузовика серии X в линейке грузовиков Western Star, а именно X57. Для тех, кто не знает, кратко напомню. Western Star была основана в 1967 году как подразделение White Motor Company. Если вы помните, в игре присутствует грузовик White Western Star 4964 с красочной огненной ливреей. Вот это как раз творение White Motor Company, и этот грузовик достаточно неплох для начала игры. В 1981 году Western Star переходит под крыло Volvo Trucks из-за плохого положения дел White Motor Company. Следующие 9 лет Volvo использует эту компанию для проведения на североамериканском рынке своих тягачей. За это время покупка финансово окупается более чем в полтора раза. Сама Western Star на всем протяжении этого времени не бывает убыточной. И в 1990 году переходит под влияние миллиардера Терри Пиба и работает как самостоятельная компания до начала 2000-х. За эти 10 лет она увеличивает оборотный капитал более чем в 2,5 раза. В итоге в начале нового тысячелетия продается с выгодой для частного бизнесмена североамериканскому подразделению Daimler компанией с известным названием Freightliner. Именно в это время начинается новейшая история Western Star, где в обмен на технологии Daimler Western Star помогает консерву продвигать свои интересы в Северной Америке. Итак, в середине десятых в линейке автомобилей Western Star появляются грузовики серии Aids. Негласно это грузовики, обладающие самыми современными и передовыми технологиями, имеющие максимальный комфорт для водителя и максимально простую ремонтопригодность для сервисов. Все новые технологии и приспособления в начале доступны именно в этой серии. 2022 год ознаменовывается появлением грузовика X-57 в этой линейке. Именно этим событием вызвано желание Western Star и Saber Interactive, как говорится, запилить коллабу. Что известно об оригинале? Ну, то, что должно найти отражение в игре. Самое главное это то, что сама компания позиционирует тягач как универсальный магистральный тягач для скоростных дорог общего пользования в США. А я напомню, что в отличие от Европы, в США нет ограничений на максимальную длину автопоезда с одним прицепом, а есть ограничения на длину прицепа в 16,2 метра. И это значит, что сие творение вряд ли сможет колесить по Европе, так как скорее всего не пройдет ограничение по максимальной длине автопоезда или, проще говоря, проиграет в конкурентности при максимальной полезной нагрузке бескапотным собратьям. А в чем же выигрыш? А выигрыш в том, что будет три предложенных варианта, а именно дейкэп без спальника, мидруф со спальником среднего размера 60 дюймов и самый шикарный для водителя по уровню комфорта стратосфер Хары и Руф 72 дюйма. Напомню, что размеры в дюймах указаны для средней водительской части грузовика, ведь при продаже капотников в США указывается размер капотной части, части связанные с комфортом водителя и задней части грузовика. Также в США есть ограничения на максимальную массу автопоезда с прицепом. Это 36,3 тонны, что чуть меньше, чем в Европе. Грузовики определяются взвешиванием оси автопоезда, причем накладываются ограничения и на массы нагрузок по осям. На скрине они присутствуют. Вы спросите, а какое это все вообще будет иметь отношение к игре? Очень простое. Скорее всего, за отдельный ценник мы получим еще один тягач Heavy Duty или повышенной мощности, который будет, возможно, бесполезен. Я не знаю, как и вообще используете ли вы их в игре, но оригинальный грузовик будет в момент выхода на выбор комплектоваться тремя силовыми установками. Detroit DD13, 15 и 16, все пятого поколения. Характеристики и графики крутящего момента и мощности для старшего DD вы видите на экране. Исходя из того, что в США есть ограничения на массу и графика для старшего двигателя, который в широком диапазоне оборотов вала может демонстрировать постоянный высокий крутящий момент, у меня теплится надежда, что платное дополнение будет не бесполезным. Тем более, что запас по мощности для внутриигровых Heavy Duty в игре есть. Как будет на самом деле, покажет время и PTS уже достаточно скоро, со слов разработчиков. Да, обратите внимание, что в официальном буклете Western Star X57 для варианта без слипера возможны комплектации без воздушного обвеса, который на магистралях на высокой скорости экономит топливо. На скриншоте такой вариант слева внизу. Возможно, именно он и будет представлен в игре, так как все-таки я напомню, что SnowRunner это не про скорость. На этом слухов о последнем дополнении сезонного пропуска второго года фазе 8 игры SnowRunner пока больше нет. В скором времени ожидаем все это на публичных тестовых серверах в версии Epic Games Store. Напоминаю вам, что при желании вы можете подписаться и поставить лайк. Всего хорошего и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok